всем привет сегодня как вы видите у нас первый плеер этого сезона и это хайби r3 pro ну или хиби вам наверно можно проще называть продолжатель идеи r3 самый маленький плеер модельном ряду компании я насколько помню сделал обзоры на все что хиби выпустили на данный момент я имею виду по плеерам но именно r3 завоевал максимальную народную любовь предлагаю только также максимальное соотношение цены и качества ну и все это в компактном размере в общем то наверное идея хиби прибавлять везде приставку про она не совсем верна потому что скажем и r6 pro и r3 pro и они выпускаются с теми же ценниками что и не про версии поэтому как бы тут есть шаг вверх но при этом скажем логичнее рассматривать его как второе поколение потому что r3 про стоит точно также 200 долларов но они многое поменяли внутри для начала они сменили 90 28 сабр на пару cyrus logic of 43 131 это позволило оптимизировать энергопотребление несмотря на возросшую мощность плеер работает дольше и где-то до 13 14 часов с балансного выхода и скажем заявлено до 20 но где-то до 18 выходит обычного но зависит все от нагрузки конечно же от использования беспроводных интерфейсов беспроводных простите те кому это режет слух нофт и попутно скажем остался player наполнен всеми современными фишками mqa bluetooth со всеми кодеками включая их собственный ее идти возможность использовать его в качестве цифрового источника или цапа в общем все чего ожидаешь от современного плеера и даже немножечко больше в общем насытили его максимально фишками есть вай фай есть поддержка стримингов правда без без оффлайн режима потому что клиенты для стримингов разрабатывали хиби самостоятельно но это уже мелочи в принципе все сказал анекдот дня сегодня такой говорят что некоторые начинающие актрисы согласны спать федором пандерчуком чтоб только не сниматься в его фильмах простая упаковка у r3 pro но хиби в принципе отличаются простыми подходами к коробкам их флагманские р-6 скажем просто вообще был картон на коробочке тут есть хотя бы такая вот белая супер обложка с тиснением и полиграфии краткие характеристики сзади ну скажем только базовые нам это не особо интересно внутри еще одна основная коробочка в ней сам плеер будем распаковывать более динамичном стиле а тут набор аксессуаров такой вот пластиковый получехольчик спасибо что этот раз не белый как было обычного r3 коробочки с надписью usb думаю ожидаемо usb провод такой симпатичной матерчатой оплетки а коробочка accessories хранит в себе разные инструкции гарантийный талон значок о прохождении от и к и защитное стеклышко на переднюю панель и пленочку на заднюю но спасибо хиби они наклеили пленку уже с завода поэтому большого смысла в наклеивании стекла уже наверное нет но прин с другой стороны если будет особо нечего делать можно заняться в общем как видите комплект поставки хороший кожаного чехольчика в комплекте нет но никто его не кладет в этом ценовом сегменте но продаются они отдельно и есть даже несколько вариантов на али по дизайну это абсолютно знакомый нам r3 по моему внешне они вообще не изменили ни на миллиметр но скажем хорошие это знак постоянство это знак мастерства зачем менять то что и так хорошо он немножко отличается по форме от ближайших конкурентов вот кстати ближайший конкурент м6 чуть чуть длиннее капельку тоньше чуть уже в общем более вытянутые и длинные в то время как этот немножко ближе по форме к квадрату другой конкурент это собственно сам r5 от от тех же хиби при схожей ширине и толщине он немного длиннее но тут все таки полноценный android и вообще скажем player уже больше более другого сегмента сделана рамка из алюминия действительно такой приятно увесистый было бы здорово если бы они сделали версию из нержавеющей стали но думаю это будет стоить дороже есть черный и серый цвет на выбор не забыли про управление механическое все на кнопочках регулировка громкости с удобными кликами тут два выхода обычный он же служит линейным и балансный но к сожалению всего лишь двух с половиной миллиметров и видимо пентапон сюда никак не вмещался кнопка включения выключения многоцветный светодиод индикатора и три кнопки управления воспроизведением центральная которая служит для воспроизведения паузы сделано с выступом поэтому он ее легко найти скажем задняя панелька как и передняя закрыта стеклышком и спасибо время как бы тут может и пластмасской они у не уверен насчет стекла но спасибо хиби за то что они наклеили пленочки с завода и мне не нужно это делать самому снизу расположен слот для micro sd карточек своей памяти у плеера нету но карточки поддерживает любого размера и юсб тайп си для зарядки в общем ну и не только зарядка тут полный джентльменский набор зарядка доступ к карте памяти использование в плеера в роли юсб цапа и цифровой транспорт поддержка внешних юсб он за гол дисков общем все чего ожидаете все вы тут получите плеер действительно старались насытить функциональностью максимально ну и включаем его экран большой не самый от края до крайный наверное как бы было здорово сделать вот таким вот от края до края но не стали наклейка харес чтобы вы не сомневались и логотип хиби это максимальная яркость в принципе экран довольно неплохой может быть это не самый что-то крутое но приличные углы обзора неплохой запас по яркости остается видимым даже на свету ярком солнечном хорошо реагирует на свайпы правда пленочка немножко это ухудшает ну скажем отклеивать я ее пока не собираюсь меня это устраивает и так то есть принципе по механическим так сказать характеристикам по внешнему виду по дизайну все на очень классном уровне ну и собственно натянул этот получехол вот так вот он смотрится защищает заднюю сторону выступы немножко защищают экран но если ронять его на асфальт то наверное лучше все таки не ронять по прошивке это уже знакомые r3 которые научили максимальному количеству фокусов начиная там ки и заканчивая поддержка ее эти bluetooth кодека вот так вот выглядит экран воспроизведения думаю знаком большинству кнопки перемотки воспроизведения паузы порядок воспроизведения можно двигать ползуночек для того чтобы главное в него попасть для навигации по треку можно добавить в избранное если есть текст то его можно посмотреть и дополнительно всплывающее меню посмотреть текущий список воспроизведения добавить в плейлист эквалайзер посмотреть целый альбом свойства и удалить данный трек основной экран это медиабиблиотека медиабиблиотека делится на несколько частей первое это собственно сама сами файлы локальные можно посмотреть весь список посмотреть их так как они записаны на карту памяти или если подключена он за гоу флешка просмотр просмотр по альбомом по артистам просмотр по артистам двухуровневый и позже по жанрам дальше плейлисты избранная недавно воспроизводимая свои плейлисты и недавно добавленная ну и собственно тайдл если такая всплывающая менюшка тут можно включить вай фай потом покажу как выглядит меню с самим вай фай дополнительными настройками исправление управление воспроизведением громкость яркость разные возможности типа bluetooth вай фай airplay деланы и и все остальное вот тайдл самописный поэтому никакого оффлайн режима к сожалению нет не самая удобная клавиатура вот такая вот как старых мобильных телефонах поэтому если у вас сложный пароль кто может например для того же тайдла то загружать время вводить его будет немного долговато но в целом найти нужный трек найти нужный трек и послушать его этот тайдл клиент помогает поэтому в принципе можно сказать что со своей функции он справляется и еще одним свайпом открывается менюшка обновление медиабиблиотеки импорт музыки по вай фай очень удобная штука заходите по этому адресу в браузере и можно закачать треки на плеер прямо ms и b как он там magic чего-то и тбал в общем это фирменный аналог эквалайзера от хиби там где вы в обычном эквалайзере просто двигать разные частоты тут вы можете управлять звуком меняя такие вещи как общая температура подачи можно сделать похолоднее или потеплее бас более глубокий или более легковесный текстурность баса толщина нот вокал более выдвинутый или более наоборот отодвинутый женские обертона женского вокала сибиллиантность более скажем сибиллианты низких частот и более высокочастотные сибиллианты музыкальность и воздушность но в общем так все это сбросим можно подкрутить звук так как вам нравится есть обычный линейный эквалайзер включаем и дальше можно его двигать как угодно подстраивая подсвоение нужды есть разные дабы готовые настройки дальше чтение электронных книжек не знаю зачем но сделали и сделали шагомер абсолютно простейший не знаю тоже зачем он тут нужен смартфоны и часы с этим справляются лучше беспроводные настройки беспроводные 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 неважно bluetooth включаем имя устройства какой кодек предпочитаем видите есть уйти ldc и 5x и эссе и sbc и 5x hd нету в принципе при наличии ldc никому не нужен поиск устройств подключение доступные тут все знакомые привычно так выключу пока его вай-фай тоже все логично включаем информация просканировать просеек сетки подключиться тут все знакомо включается отдельно делаем airplay для apple устройств но и хиби link для удаленного управления иногда удобно настройки воспроизведения порядок воспроизведения вы выбор выхода когда наушники подключены режим вывода dsd компенсация усиления для dsd запоминать последнюю позицию воспроизведения без пауз максимальная цифровая громкость надо ли выставлять и запоминать ли ее crossfade если нужен gain можно переключить replay gain удобно если у вас какой-то сборник в котором треки с разной громкостью баланс выбор цифровых фильтров будет доступен если наушники включить проигрывать нас переходить на следующую папку и на следующий альбом ну и системные настройки языки русский язык там где-то должен быть явно в списке но я я использую английский обновление библиотеки автоматическая или ручной яркость экрана время подсветки темы есть можно использовать кастомные темы можно оттенок выбрать желаемый для этой темы размер шрифта это средний сейчас меня включен режим юсби ограничение тока юсбишного так главное не делать лишних свайпов ограничение тока юсбишного чтобы не сильно разряжался должны ли работать кнопки когда выключен экран настройки времени таймер простоя таймер сна показ процентов батарейки режим стендбай должен ли работать пульт управления на наушниках светодиод можно выключить записывать ли шаги или нет настроить скринсейвер вращение экрана если вдруг надо сброс обновление настроек работает удаленные сертификаты в общем видите настраивать можно практически любой аспект деятельности этого плеера но и в целом эта прошивка от хиби вылизанные насколько это возможно проработанная продуманная и так далее единственное к чему тут можно попридираться это не самая удобная клавиатура ну и отсутствие оффлайн режимов тай дал но это тоже та плата за отсутствие андроида которую приходится платить не знаю зачем он так кому-то мешает по крайней мере в плеерах потому что это единственный адекватный вариант но скажем сделали они на базе linux и собственную прошивку и в общем-то за последний там год-полтора сумели довести ее до очень хорошего состояния поддерживается если в utf 8 кириллица нет никаких проблем больших багов и глюков неплохо player speed в общем все чего ожидаешь от современного плеера он может предоставить ну и про звук в общем-то его переработали и если говорить о характере изменений то наверное это можно сравнить как переход был от r6 к r6 pro также и вот от r3 к r3 pro если r3 он звучал таким притемненным то тут скажем сохранилась некоторая массивность но при этом верхние частоты заметно более выражены то есть не сказать что это какой-то там мега высокочастотный плеер мега яркий или что-то такое но на двч поработали наушники возьмем для примера не знаю зачем но в кадре лежат всегда украшают ситуацию и еще что характерно тут по звуку плеер стал заметно мощнее 200 с лишним милливатт на канал на 32 ома с балансного выхода или 60 с обычного это уже неплохая мощность которую можно использовать принципе без проблем раскачивает и полноразмерные наушники с балансного выхода большинство ну кроме там совсем уж высокоомных и тугих а с обычного выхода большинство того что есть смысл использовать в портативе так что на нехватку мощности или контроля тут жаловаться не приходится сохранили они свой фирменный почерк с дополнительной накачкой массы в середину и нижние частоты но это не сильно выражено немного есть больше веса при этом не количественно ни разу естественно если кто-то снимет а чеха этого плеера то она будет абсолютно ровный но при этом немножко больше массивности и нижние частоты такие плотные упругие с дополнительным весом хорошей глубиной уходят на может быть и на максимальную глубину но довольно глубоко и хорошо контролируется неплохо плееру удается и акустические инструменты передавать благодаря правильному весу но и синтезированным басом они он тоже себя ведет хорошо так что в принципе point ч player универсальный нормальное разрешение довольно приятная передача текстур в общем-то такой насыщенный бас для тех кто любит немножко добавленного веса качестве примера у меня black star от дэвида боуи прекрасная музыкальная композиция правда название немного испорчено одним любителем хлопать друг друга в бургеры скажем жалко что дэвид ушел от нас так рано а недавно не уперт скончался и это еще одна большая потеря вообще как бы старая гвардия уходит ну ладно это предмет отдельного наверное разговора надо мне какие-то видео стримы проводить так вот трек действительно прекрасный хорошее сочетание верхних частот и трехмерных всяких эффектов и фишек с довольно насыщенной густой басовой линии уходящей низко и этот плеер справляется с ней ну может быть не идеально но на довольно хорошем уровне прекрасно контролируя низкие частоты середина тут тоже подается в такой вот более массивной манере скажем нет попытки форсировать микродетальность нет попытки вытащить все малейшие нюансы из трека скажем поэтому наверное можно сказать что плеер чуть больше делает уклон в сторону макро и добавляет веса немного но при этом разрешение нормальное при просто он не пытается скажем вытащить каждый мелкий нюанс и за счет этого звучит очень натурально органично скажем но этот больше музыкальная подача они аналитичные мужской вокал удается ему особенно хорошо телесность инструментов очень классная скажем женский вокал чуть хуже ну логично там где для мужского вокала добавочный вес это чаще всего плюс для женского ну не как минимум не всегда даже в нашем высокотолерантном обществе все-таки женский вокал должен звучать повыше пояснее почище поработали над воображаемой сценой она стала заметно больше средней в глубину и ширину я думаю тут во многом заслуга скажем до проработанных верхних частот sky поэтому плеер звучит довольно объемно с хорошей трехмерностью с разделением планов между собой поэтому в общем то это трехмерная составляющая ему тоже хорошо удается и это большой плюс наверное будет для тех кто решит перейти на этот плеер со смартфонов потому что именно вот проработка сцены это один из самых заметных как с первого невзгляда сразу с первого прослушивания моментов скажем но тут все равно придется наверное приспособиться и понять что именно надо слушать ну и в качестве примера для средних частот абсолютно не аудиофильский трек но в целом хорошо звучащий и демонстрирующие достоинства этого плеера это речь 95 год абсолютная классика и live by dead я как бы люблю металл иногда слушаю даже всякие брутальные стили но так скажем мне кажется что вот тут на этих альбомах рейдж они даже более агрессивны чем всякие там блэкеры и дезеры потому что скажем black dz это там всякие запилы гитары growl а тут именно просто таки сырые неприкрытые эмоции вокал и гитары в общем пиви тут старается на максимум и это прекрасный альбом так у рейдж они почти все прекрасные но ладно это предмет отдельного разговора и тут уже начала появляться их тяга к симфоничности которая потом вылилась в целый симфонический альбом но тоже предмет отдельного разговора но эти на плееру этот плеер действительно хорошо его отыгрывают у него нормальное разрешение для того чтобы отыграть все вот эти вот гитары агрессивные но и при этом добавочный вес на вокал тут просто ложится бальзамом на уши ну и верхние частоты скажем они заметно больших количествах чем r3 но при этом плеер все равно остается довольно комфортным для тех кто не любит верхний частотный диапазон потому что атаки затуханиями чуть-чуть подсглажены поэтому в звучат мягко но с неплохим разрешением то есть как бы сумели соблюсти баланс количества протяженности и скажем разрешение но при этом не сделать вы честом абсолютно нейтрально мониторными потому что многим это не нравится поэтому плеер скажем хорошо подходит тем кому нужно чуть-чуть ослаблены в че при этом они не настолько зажаты как у первого поколения плееров хиби там у первого р-шестого скажем у р-третьего поэтому они все-таки тут присутствуют скажем и справляются со своей задачей не стоит ожидать какой-то там супер насыщенности обертонами или какими-то скажем или какую-то в мега слоистость в этом плане все очень базово но с другой стороны как бы для таких вещей нужны более топовые более дорогие плееры поэтому тут мы все-таки говорим о пусть о верхнем но начальном сегменте в остальном в очень хорошие справляются с отыгрыванием всяких там перкуссии перезвонов и так далее то есть как бы там какой-то супер аудиофильской передачи там характера помещения тут нет но остальном довольно воздушно и открыто звучат ну и в качестве примера джон карпентер прекрасный режиссер прекрасный композитор ну скажем как композитора я люблю его больше чем как режиссера потому что даже культовые фильмы ужасов все-таки не совсем мое развлечение но как композитор он прекрасен и его треки скажем они где-то лежат между электронной музыкой эмбиентом и с элементами симфонической классики в общем действительно такие настоящие акустические ландшафты ну то что и нужно для его саундтреков можно было выбрать много чего но вот мистер и он трек под названием мистер и хорош тем что в нем вначале много всяких колокольчиков и перкуссии и он как бы противопоставляется низко низкочастотной басовой линии и получается такой очень красивый эффектный контраст который этот плеер довольно хорошо отыгрывает и скажем радует слухов именно вот этой вот контрастностью и динамикой в плане жанров он универсален главное чтобы вы понимали что скажем в очень немножко прижаты поэтому скажем там какие-то аудиофильские супер записи на нем слушать нет смысла это такая более массовые скажем тюнинг для тех кому нужно больше веса чуть больше драйва эмоции у таких вот вещей но скажем при этом это не немного скажем акцентирована они не стали делать его таким притемненным как допустим был обычный р3 и это наверное грамотный шаг развития звука плеера поэтому r3 pro получился более универсальным ну и кратко о сравнениях не буду скажем останавливаться на аспектах типа юзабилити времени работы возможностях и всем остальном кому-то интересно просто находите обзор соответствующего плеера а тут естественно сконцентрируемся в исключительно на звуке в роли хидиса у нас будет медный вариант но он будем считать что сейчас для простоты что это обычный вариант то что у медного отличается тюнинг хидис он более нейтральный более сфокусированы на микроконтрасте он светлее он чуть больше по разрешению и больше подчеркивает всякие мелкие нюансы скажем по это при этом он тоньше по звуку у него меньше веса и он такой более сухомониторно нейтральный аналитичный тут больше веса больше массы больше макродинамики больше эмоций медная версия кстати ближе на самом деле по звучанию но она еще чуть более такая вот жирная и массивная чем даже r3 pro дальше м6 на самом деле скажем он как бы как усреднен что взять r3 pro и обычный r3 смешать вместе и фио м6 будет где-то посредине между ними по низким частотам у него чуть выше разрешение но чуть меньше вес в принципе и по средним частотам тоже принципе он чуть чуть детальнее но чуть менее весомый при этом у него чуть больше верхних частот в этот немножко их подает более мягко на верхних частотах принципе это паритет просто скажем как что вы предпочитаете по звуку чуть больше жира и драйва чуть более нейтральная подача если говорить обычный сравнивать с обычным р3 то основную разницу я уже описал пожалуй у r3 больше зажаты верхние частоты этот немножко детальнее но и за счет того что в чем меньше зажаты он довольно но он взрослее звучит скажем ну и r5 принципе схожий по подаче но он делает все немножко лучше чуть больше тугие собранные верхние частоты чуть детальнее средние частоты чуть лучше проработаны в ч но тоже скажем они слегка при опущены но тут скажем они смягчены тут подопущены капельку то есть немножко разный подход к тому чтобы сделать верхние частоты комфортными в общем вот такой вот получился хиби r3 pro действительно классный плеер по моему он сейчас недоступен еще к заказу но можно оформлять предзаказы я думаю что много будет у него любителей ценители потому что такой звук он массовый он народный при этом он стал мощнее что пойдет на пользу всяким тугим наушникам при этом у него довольно хорошо дается ему отыгрывать темный фон поэтому и с чувствительными внутриканалками он тоже себя ведет хорошо довольно взрослая прошивка со множеством функций но всеми современными возможностями в общем хибию делают все как всегда скажем хорошо добротно и скажем с уверенностью наверное такой же и звук у них у плеера получается так что вот такой вот получился р3 про спасибо за внимание